Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. Конкурс на лучшую научную работу студентов Казанского Федерального Университета – это ежегодное мероприятие, и считается оно неким трамплином в научную среду. Со своими докладами и работами выступают как студенты бакалавриата, так и магистратуры. Этот год не исключение. Наоборот, охват вовлеченных студентов приятно удивил профессорско-преподавательский состав УЗА. В Музее истории Казанского Университета прошло расширенное заседание Комиссии по противодействию коррупции, соблюдение ограничений, запретов и требований, установленных в целях урегулирования конфликта интересов. Коллеги обменялись профессиональным опытом и наметили дальнейшие пути для противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений. В Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета прошел круглый стол по вопросам нейротехнологий для нового поколения. Почему это актуально? Ответ на этот и другие вопросы найдете в нашем сюжете. Казанский Федеральный Университет, а именно Институт управления экономики и финансов, стал площадкой для проведения мероприятий, отвечающего на вопросы современности. И не спроста, ведь нейромаркетинговая лаборатория нейролаб находится именно там. Тема круглого стола «Маркетинг и общество нейротехнологий для нового поколения» не нова, но особенно актуальна на сегодняшний день. Десятки специалистов, в том числе доктора наук и профессора, занимающиеся междисциплинарными исследованиями, обсудили пути развития и достижения поставленных целей в этой сфере. Почетным гостем форума стала генеральный директор акционерного общества «Нейротренд» Наталья Галкина. Напомним, в КФУ в рамках коллаборации компании и вуза была открыта научно-образовательная нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Данная нейролаборатория работает уже давно, это одна из первых. Она самая большая, на самом деле из всех существующих. И эта нейролаборатория уже ведет большое количество студентов, оказывает коммерческие услуги. У нее есть постоянные заказчики, как в лице коммерческих крупных компаний региональных, так и в лице министерств и ведомств. Тема нейромаркетинга вызывает бурный интерес. Участниками мероприятия стали эксперты, руководители нейролабораторий Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского государственного института международных отношений, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Томского государственного университета, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и других ведущих вузов страны. У нас есть уже несколько исследований, которые мы завершили. Это касается прежде всего работы с молодежью, с разными целевыми аудиториями, как воспринимается тот или иной видеоконтент. Также мы сделали ряд экспериментов, которые позволяют нам оптимизировать клиентский путь во время работы с любым сервисом. И мы стараемся сделать такие исследования, чтобы реальному сектору было понятно, какими эмоционально понятными сервисами любят пользоваться потребители, которого они были созданы. Отметим, что форум представляет собой площадку для обмена опытом в сферах управления нейролабораториями и подготовки образовательных курсов. За круглым столом эксперты обсуждают цифровой след, восприятие молодежью различных видов контента, нейроэксперименты, технологии нейрообразования для преодоления трудностей в обучении и другие актуальные темы. Елизавета Газизянова, Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универновости. 20 мая в Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Межведовственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Эксперты Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета также представили свой проект по развитию исторического поселения Елабуки. Подробнее обо всем узнаете в следующем сюжете. Елабуга – город с тысячелетней историей. Сегодня в ней сосредоточено большое количество объектов исторического и культурного наследия, увидеть которые рады и местные, и приезжающие в Татарстан путешественники. Главные задачи своего проекта эксперты из КФУ определили развитие своеобразия архитектурно-пространственных решений, сочетая при этом интересы жителей, туристов, бизнеса и культуры. Именно поэтому в рамках проекта специалисты исследовали демографию города, его социальный процесс и существующие ресурсы. Работа была уже проделана огромная в течение двух лет. Казанский федеральный университет проводил научное исследование и проектирование реальной и апробацию этой концепции. Она утверждена. Но дальше предстоит еще более немаловажная работа, потому что впереди ее необходимо реализовать. Это очень важно. Но ценным является то, что при формировании проектных решений и предложений мы выбирали точки роста территории. Мы смотрели, где уже есть потенциальный инвестор. И мы подготовили как раз такой пакет документов, чтобы инвестору было достаточно комфортно с точки зрения бюрократических процедур. Минимизировать и уже заниматься реальным инвестированием и благоустройством, созданием комфортной городской среды на этой территории. Работа над проектом длилась около двух лет. В течение этого времени специалисты КФУ проводили научные исследования и проектирование. Помимо разработки новых объектов, которые могли бы отражать исторический облик Елабуги, было озвучено два предложения по объектам культурного наследия. Первым из них стал вытянутый одноэтажный корпус, на месте которого ранее были торговые ряды. Второй – усадьба, стипичная для города конструкции. Каменный низ и деревянный верх. В дальнейшем она может стать гостиничным домиком, бутик-отелем. Это не только поспособствует привлечению потенциальных инвесторов, но и новых туристов, что также улучшит экономику города. Но наша задача, как мы себе формулировали, это максимально полно помочь увидеть потенциал в этом городе администрации, инвесторам и многим другим заинтересованным стратам, как при этом сохранить и учесть особенности наследия архитектурного, и что особенно важно, разработать подходы к современной архитектуре, которая там, несомненно, должна появиться, потому что это должны быть живые города, наполненные жизнью современной. Важным в реализации проекта является определение границ исторического поселения, так как в соответствии с законодательством вся историческая деятельность должна проходить через рассмотрение специальной комиссии. Также эксперты Казанского федерального университета дали рекомендации для работы за пределами исторического поселения и регулирования высоты и качества архитектуры застроек. Главным по-прежнему оставалось показать потенциал города, но при этом сохранить и учесть особенности наследия. Все новые постройки, которые современные абсолютно, они будут оформлены как раз в такой, скажем так, елабужской стилистике. Они будут современные дома, но с отсылкой к историческому прошлому. Но при этом внутри это будут вполне функциональные объекты, как под современное жилье, так и под современные бизнес-функции. Для того, чтобы территория была привлекательной для инвесторов, она должна иметь, соответственно, прозрачные условия игры. Что это означает? Каждый должен понимать, сколько я могу здесь, допустим, построить, сколько я могу вложить, и сколько мне получается, и с какой срок я эти деньги могу, получается, приумножить. В село в ходе исследования в рамках разработки концепции командой КФУ было выявлено 320 исторически ценных объектов на 20 улицах города. Сроки полной реализации проекта пока сказать сложно, но процесс уже запущен, поэтому с нетерпением ждем, когда елабуга засияет новыми красками. Алексей Кашленк, Кристина Отехина, Николай Асуховский. Универ новостей. Казань. Библиотечная столица России 2024, а также самый читающий регион и место проведения Всероссийского библиотечного конгресса и 28-й ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. Что стало ключевой темой Международного форума, узнаете в сюжете. 20 мая библиотечной столицы России 2024 года состоялось торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса «Библиотека в многополярном мире». Конгресс организован при поддержке правительства Республики Татарстан. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» – национального проекта «Культура». 21 мая в стенах Казанского федерального университета состоялось заседание круглого стола «Книжные памятники» в рамках 28-й ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. Эксперты выступили с докладами на темы, связанные с развитием технологий в вузовских библиотеках, работой с важнейшими книжными памятниками и сохранением культурного наследия. Продолжили беседу в зале заседаний Попечительского совета. Также в рамках этой секции обсудили предстоящие мероприятия, посвященные 220-летию вуза. В этом году Казань стала библиотечной столицей России. Мы проводим здесь Всероссийский библиотечный конгресс. Более полутора тысяч библиотекарей не только из нашей страны, но и из Китая, Индии, Ирана, Сербии, Кубы приехали к нам. Конечно же, это все библиотечное сообщество распределилось по многим нашим культурным площадкам. И, естественно, что как ведущий университет в Поволжье мы принимаем в первую очередь секцию вузовских библиотек. Республика Татарстан – самый читающий регион, а Казанский федеральный университет – самая читающая площадка по различным электронным библиотечным системам. Это одни из причин, по которым Казань сегодня библиотечная столица России, так как в КФУ большой и очень значимый фонд книжных раритетов вуз принимает две секции – круглый стол книжные памятники и секцию по особо ценным рукописям и редким изданиям. Программа «Оцифровка книжных памятников для национальной программы культуры» вступила в силу в 2019 году. Ее целью является представление в электронном виде наиболее ценных изданий и рукописей, которые хранятся в библиотеках нашей страны. И на сегодняшний день оцифровано более 40 тысяч книжных памятников. Это не только оцифровка в высоком разрешении, это и комментарии к наиболее интересным документам, ну и, конечно же, доступ всем интересующимся в режиме 7.24 в любой стране мира. В 2024 году первый этап реализации стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации подходит к концу. На следующем этапе развитие библиотечной системы обещает пойти дальше. В 2030 году планируется увеличение посещаемости библиотек в три раза к показателю 2019 года, а также многократное расширение других показателей библиотечной деятельности. В наш век жестокости и корысти важно знать, что на свете есть неравнодушные люди, готовые всегда прийти на помощь. Волонтеры занимаются важной и не всегда по достоинству оцененной деятельностью. В Институте психологии и образования Казанского Федерального университета прошла встреча с Марией Ефремовой, волонтером специальной военной операции. Подробнее об открытом диалоге вы узнаете прямо сейчас. В Институте психологии и образования Казанского Федерального университета состоялся открытый диалог с Марией Ефремовой. Встреча стала продолжением цикла бесед по активной гражданской позиции. Благодаря такому ряду встреч студенты узнают об опыте волонтерства, а также слушают интересные истории от первых лиц. В ходе мероприятия Мария Ефремова вместе со студентами просмотрели ролики и фотографии, которые волонтер сделала за время поездок в зону боевых действий. Получается я поехала как репортер с волонтерской группой по Пасану, в город Пасану, в 1922 году только-только освобожденные, боевые действия еще шли, батальон Луганской Народной Республики, который тогда не был Российской Федерацией, да, Луганской Народной Республики, но была Российской Федерацией, и они остро, конечно, нуждались помощи и поддержки. В мой образ жизни мне обязательно надо кому-то помогать. Там, где трудно, там я. По словам Марии Ефремовой, проводить такого рода встречи необходимо для популяризации волонтерской деятельности. В ходе цикла бесед по активной гражданской позиции, который проводится на базе Института психологии и образования Казанского Федерального Университета, студенты уже третий раз знакомятся с деятельностью людей, которые, не жалея себя и своей жизни, помогают людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Думаю, для студентов нашего именно Института это очень полезно, потому что многие из нас хотят стать психологами, педагогами, то есть работать в такой помогающей профессии, заниматься благотворительностью, работать с людьми. Поэтому, безусловно, очень важно именно для нас было провести такое мероприятие. Было очень полезно, наверное, узнать вообще о специфике, о внутрянке вот этой вот работы, нюансы какие-то. Вот, было очень полезно. Мария Ефремов, волонтер специальной военной операции и фотограф. За ее плечами более 15 лет волонтерской деятельности. Помимо этого, она устраивает праздники маленьким пациентам онкогематологии ДРКБ, участвует в мероприятиях православной молодежи, несколько лет была фотографом-добровольцем Казанского танкового училища. Ее путь благотворительной деятельности, можно сказать, нелегок и тернист, ведь 15 лет назад такое направление, как волонтерство, не было развито. Однако это не напугало Марии Ефремову. С самого начала она понимала, что ее вера в добро и стремление помочь каждому – главное предназначение. Ралина Мизбахова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова